Способности человека, они дают ему возможность зарабатывать деньги. И это то, что надо сначала, потому что человек должен как-то выживать, должен зарабатывать деньги, иначе он никак не будет счастливым. Некоторые говорят, занимайся любимым делом, ходи без штанов, будешь счастлив. Ну, вряд ли, потому что есть еще жена, дети, жена точно не понравится жене, чтобы без штанов. Потому что женщины, они устойчиво себя чувствуют, когда есть какой-то достаток. Это у них просто страх пропадает. Когда нет достатка, страшно становится жить, женщина начинает эмоционально себя вести, мужчина от этого тоже страдает, устойчивости нет в жизни. Поэтому актуальность просто зарабатывания денег в начале развития личности высока. Не надо этим пренебрегать, не надо слушать фанатичных таких лекторов, которые говорят, что это вообще не надо зарабатывать деньги. Сначала способности человека играют ключевую роль. Чем они отличаются от предназначения? Когда человек действует согласно своим способностям, то у него все получается, но он сильно устает, и в конце концов ему это становится неинтересно. Когда человек действует по своему предназначению, то это получается сразу не сильно, потому что разная опора. Ум человека развивается быстро. Умственные способности развиваются быстро. Способности разума развиваются медленно. Что такое разум? Разум — это функции психики, связанные с целью жизни, с волей человека, с его пониманием вещей, с осознанностью, связан с целеустремленностью, то есть с решительностью, с способностью видеть этот мир и так далее. То есть эти функции развиваются медленно, и когда они становятся основой для деятельности, человек испытывает большое счастье, но сначала это не может давать много денег, потому что разум не может быстро окрепнуть, стать сильным. Поэтому способности же человека находятся в уме, и это основывается на навыках человека. Бывает, что у человека природно есть какие-то хорошие навыки, способность что-то делать легко. Навыки не являются основой. Допустим, если человек, как есть, делать что-то хорошо, что-то делать мастер. Не факт, что это делать хорошо, но не факт, что это является тем, что принесет человеку счастье в жизни. Поэтому уже сейчас надо изучать свое предназначение. И мы сейчас, хоть я об этом говорил на прошлых лекциях, на наших семинарах, кто-то, может быть, первый раз пришел, мы сейчас опять эту тему поднимем и еще раз поговорим о том, что существует всего четыре природы разума. Почему четыре? Потому что есть три центра разума психических, и определенные комбинации, которые не меняются в течение жизни, дают эти четыре устойчивые состояния разума, в которых человек живет. Надо понять, что разум всегда формируется вокруг основной идеи жизни, которую человек даже может себе не понимать. И таких идей жизни всего четыре. Первая идея жизни — знание спасет мир. И когда у человека вот эта устойчивая позиция формируется в жизни, это значит, что его предназначение — это деятельность, связанная с познанием и экспертной оценкой, и передачей своего экспертного понимания кому-то другому. Ну то есть этот человек имеет понимание, веру в знания. Такой человек верит в знания. Неважно, в какой сфере он будет заниматься, деятельностью, но знание именно является основой его деятельности, его жизни. Второе предназначение — это порядок спасет мир, социальное благополучие, устойчивость, порядок, правильность спасет мир, правильное устройство спасет мир. Когда у человека есть такое чувство, то это значит, что он по природе руководитель. Первая природа — это ученый, так в скобках назовем. Не то, что он будет обязательно ученым, просто у него такая природа. Вторая природа — руководитель, это тот человек, который имеет определенные свойства видеть, как все правильно, и требовать, чтобы это было так. Неважно, чем он занимается. Может дворник быть по природе руководитель. И он будет ходить и говорить, почему вы так подметаете пол всем? Это неправильно. Но так надо подметать пол. И все его будут уважать и бояться, потому что он будет всегда командовать ходить. Третья природа — это когда человек, его сознание формируется вокруг идеи, что богатство спасет мир. Благополучие, благосостояние людей спасет мир. И третья природа — это любимое... А четвертая природа — это любимое дело, любимый труд спасет мир. Я должен заниматься тем, что мне нравится просто, и все. И это и есть настоящее счастье. Жить среди людей, которые делают любимое дело. То есть мы говорим о счастье. Человек не может быть без счастья, жить без счастья. Энергия счастья питает каждую клетку тела. Каждый орган организма нуждается в энергии счастья. Если определенная энергия счастья не заходит в печень, допустим, печень нуждается в волевом счастье, чтобы у меня все получалось в жизни. Если у меня препятствия какие-то в волевом плане, нет счастья, я изматываюсь, то печень начинает болеть. Или, допустим, сердце нуждается в гармоничных, теплых отношениях. Если нет таких отношений, сердце начинает потихоньку у человека страдать. Ну то есть без счастья жить невозможно. Даже с точки зрения просто анатомии невозможно жить без счастья. Также счастье нужно и в психике. Все психические каналы наполняются энергией счастья. И поэтому, естественно, у человека должен быть какой-то генерализованный источник счастья в его жизни. Этот источник счастья является основной идеей существования. Ну то есть та идея, которой человек устремлен в жизни. Это всего четыре идеи. Это знание дает счастье. Это он дает счастье порядок, правильность всего. Третье — это достаток. И четвертое — любимое дело. Видите, мы сейчас говорили с вами о нацельности человека, о его цели жизни, о том, куда он устремлен. И когда человек занимается тем в жизни, еще то, куда он устремлен, еще дает ему достаток, то тогда уже ничего не нужно. То есть человек становится очень устойчивым в плане своей жизни. У него все срослось. Вот то, чем он хочет заниматься, это и дает достаток. Что еще можно мечтать, о чем? Поэтому, если говорить о природе, вот этих четырех слоев, то часто понимание своей природы мешает способности человека. Часто человек имеет какие-то способности в чем-то. Но эти способности сразу же дают возможность этим заниматься с той точки зрения, что все молодые люди всегда нуждаются только в деньгах. По большому счету, им надо просто выживать в этом мире. Поэтому, когда способность какая-то появилась, он сразу же без раздумья, без всякого устремляется к этой деятельности, потому что иначе как проживешь? То есть нужно просто выживать. Он зарабатывает деньги. И ему нравится это. Если его спросить, тебе нравится это дело? Он говорит, супер, столько денег вообще, очень нравится. То есть это в это время, когда человек в страхе находится, он даже в общем-то особо и не понимает, что ему нравится, а что нет. Ему нужно просто как-то устойчивость какую-то обрести в жизни. И ему кажется, что это и есть его предназначение. Потом приходит время, когда человек устойчивость эту получает, начинает задумываться, что что-то ему тяжело, вот на этой работе он устает, эта деятельность его изматывает. Там хоть и есть деньги, но там неинтересно как-то все, скучно. И он думает, что же мне делать в жизни дальше? И вот так как человек потом теряется, он не знает, что ему делать, потому что он уже отождествляет себя очень сильно с этой работой, поэтому надо изучать признаки, которые дадут нам возможность понять, кто я с точки зрения моей центральной увлеченности. Эти признаки есть и в чувстве, в ощущениях, что мне нравится в этом мире. Есть также в характере, есть в поведении, даже лицо может указывать и чувство собственного достоинства человека указывает на эти признаки. Мы сейчас все это разберем. Первая категория ученый. Характер обычно очень внимательный, спокойный у детей. Дети внимательные, спокойные. Они проводят анализ. Их поведение отстраненное. Даже они могут играть в футбол, допустим, но они анализируют, что происходит. Их цель не выиграть. Их цель понять, как устроена эта система, футбол. Ну то есть он играет в футбол, ему надо понять, как выиграть. Не чтобы выиграть, ему надо не выиграть, а понять, как выиграть. Его цель – это разобраться в этой системе. И потом он дальше начинает давать советы. Он не командует, говорит, смотрите, вот лучше вот так выиграть, лучше вот так вот делать все. Чувство собственного достоинства у этого человека такое, что он считает себя достойным, если он все понял. А если он не понял, он страдает. Понимаете, бывает, что человек хочет быть сильнее, лучше других. Это один тип чувства собственного достоинства. Второй тип – это когда человек хочет быть умнее. Ну то есть если кто-то знает больше, а он меньше, он страдает. Он думает, почему я этого не знаю? Или наоборот, сильно вдохновляется теми, кто что-то знает. Вот, например, если я вспоминаю свое детство, я сильно был удивлен, когда один мой друг, он младше на год был, он спаял сам радиоприемник, и он у него заработал. И когда я его начал спрашивать, он начал мне рассказывать, как это все там действует, куда, чего, какой сигнал идет. Я начал это все изучать, думаю, какой он умный. Я никогда, наверное, не стану таким, как он. Он все знает про этот сигнал. И я очень сильно удивлялся вот такому человеку, что он… Меня это очень сильно восхищало. Ну, то есть, я не восхищался тем, что мне надо быть старшим, главным где-то там. Я этим не восхищался. Но вот тем, чтобы быть умным, во чем-то разбираться, очень мне нравилось. Или, допустим, в институте был один преподаватель, который мне очень нравился, потому что он не делал из себя, там, что-то не корчил, а просто знал. Он глубоко понимал тему. Мне очень нравилось, когда глубоко понимает тему. Я наблюдал, как бы впитывал его. И мне нравилось изучать этот предмет не потому, что мне предмет нравился, а потому что нравился этот человек. Хотелось научиться понимать так же, как он. Такие люди обычно не вступают в какие-то баталии, конфликты. А если даже и вступают, они не храбрые. У них нет храбрости у этих людей. У них есть стратегия. Они побеждают, если даже хотят победить, не с помощью мужества, а с помощью внимательности и понимания, что происходит. В отношениях с людьми такие дети обычно очень принципиальны. Часто для них принципы выше человека. Главное, чтобы все было по правилам. По правилам знания. Не по правилам жизни. Кто старше, кто младше. Это их не интересует. Их интересует, что правильно в жизни, что является правильным, где правда. Такие дети склонны к самосовершенствованию. Им нравится заниматься собой. Что-то с собой делать. Пусть это даже будет спорт, но в этом спорте они пытаются понять, что со мной происходит. Для них победа на втором или третьем месте. Главное понять, что со мной происходит. Я меняюсь в процессе вот этого всего, что происходит. Я занимался самбу, но я не побеждал, не занимал первые места. Меня интересовала сама система, как происходит бросок, как человек теряет равновесие. Я следил, наблюдал, как это все, кто делает. Мне нравилось понимание, что такое движение. Победа, неплохо, конечно, но я прям там не умирал на соревнованиях, чтобы побеждать. да и не было даже такого, ну как бы, некоторые, у некоторых как бы есть такая сила внутри, вот у них для победы есть все, и здоровье, и как бы упорство. Не, не было такого, не было такого упорства. Хотелось, конечно, побеждать, но не так сильно, чтобы убиваться ради этого. Я просто рассказываю вам о своей природе. Понятно, что у меня не руководитель, не торговец природы, природа преподавателя, ученого. Какие специальности? Любые специальности связаны с тем, что человек должен получать какое-то, он должен стать экспертом. Вот все, кто эксперты в чем-то, это их специальность. Может быть, преподаватель, ученый, эксперт в каком-то, консультант, эксперт в чем-то. Человек знающий, то, что знает, какое это дело. Ему даже больше важно не делать это дело, а знать его. То есть, ему говорят, напиши программу. Говорит, хорошо, но для него важнее знание о том, что эта программа есть. Он может кого-то научить. Ему это больше даже нравится, чем саму писать. Может ли человек, имеющий эту природу, быть бизнесменом, руководителем или просто что-то делать? Может, это и называется способность. Эти способности проявляются в юношеском возрасте, и человек на них живет, если он развитый человек, то где-то до 30 лет, не развитый, до 40. Ну, то есть, важно быть развитым человеком, надо быть разв... развиться, развиваться, именно развиваться с точки зрения личности, развития личности. и даже этот очень трудно понять, потому что многие понимают под личностным ростом именно успех. Допустим, тренинг по личному росту, все об успехе. Личностный рост вообще никак не связан с успехом. Успех — это способность. А личность, она опирается на разум. Личностный рост — это означает, что я понимаю, что мне в жизни надо, кем я хочу быть, что мне нравится. Может быть, я это делать не буду, но у меня есть четкое представление о том, как я должен действовать в этом мире, чтобы я был счастлив уже. Вот это называется личностный рост. И это ничего общего не имеет зарабатывания денег вообще. Конечно, это может привести к тому, что человек может заниматься этой деятельностью, но если он развился как личность. А если нет, тогда нет. Потому что деньги за способности, ну, деньги за то, что тебе нравится, не платят. Деньги платят за то, что ты это умеешь делать. Следующая природа. Руководитель. Если ребенок, ученый по природе, не выглядит ярко, он ярким становится в отношении, то руководитель выглядит ярко. Ребенок, маленький ребенок, обычно руководитель, имеет красивую внешность, он амбициозен. Часто он, уже просто глядя на него, видно, что он не уступит ни на одну секунду, ни в чем. Руководитель по природе, очень амбициозный ребенок, крепкая психика, с ним бесполезно спорить, надо договариваться. Только договариваться. Если не договорился, значит, он будет делать, как он считает нужным. Причем интересно, что девочки этой природы, они в принципе готовы уступить, но не в мнении, а в самом, как бы, у них мнение свое остается. Они могут уступить старшим, чтобы все происходило, как они хотят. Но мнение никогда не поменяют. То мальчики даже не уступают, чтобы происходило, как они хотят старше. Будет все, как я хочу происходить, если не договариваешься со мной. Если с ученым можно не считаться человеком, он немножко отстранен, то с ребенком, с маленьким ребенком, руководителем считаться придется всегда. Иначе жизни не будет никакой. Вот этот ребенок по природе руководитель, он очень принципиальный. Ученый тоже принципиальный с точки зрения познания. Ему надо, чтобы все правильно было с точки зрения понимания вещей. Он разбирается в правилах, чтобы все правильно было. Но руководитель по природе ребенок, ему не надо, чтобы какие-то тонкости изучать. Для него правильно означает социальное само действие. Ему в действии надо, чтобы все было так, как он считает нужным. Приведу пример. Допустим, играют в хоккей дети. Ученый, он думает о том, какую стратегию лучше выбрать для игры в хоккей. А руководитель сначала расставляет приоритеты. Кто здесь средний, кто командир, кто подчиненный, кто где стоит, на каком, кто впереди, кто нападает, кто защищается. Для него социальная структура важнее, чем стратегия. Для него важно, чтобы все было порядок в том, чтобы он мог рулить. Когда он начинает рулить, он потом спрашивает этого стратега, говорит, ну как там теперь нам это все расставить. Он может советоваться, да, но с целью победить. Он может советоваться, но он все равно главный. Он считает, я, когда ученый посоветовал, он говорит, я победил, я дал совет, и в результате все так получилось. А руководитель говорит, ну как же ты победил, то я же всем руководил этим. То я все это сделал, значит, я победил, получается. то есть и ученый, и руководитель, они победители по природе, но они разные. Допустим, есть Фурманов, есть Чапаев. Фурманов это ученый, Чапаев это руководитель. И Чапаев говорит, мы за интернационал, а Фурманов говорит, а за какой интернационал? За первый, второй, третий, или четвертый. И Чапаев, он не знает, но он знает, что у него есть как бы опора. Он говорит, а Ленин за какой? За такой и мы. Ну, то есть они разные. То есть ученый знает детали, руководителю не нужны детали, ему нужна победа. И так, как человек в себя ведет вот этот вот руководитель в детстве? Он центр внимания, не может быть с краю. Ученый он всегда наблюдает, руководитель незачем не наблюдает, он всегда в центре деятельности. И когда появляются два руководителя рядом, два ребенка руководителя рядом, если один не подчиняется другому, то тогда они воюют. Такова природа. То есть для них воевать с кем-то, милое дело. Им нравится побеждать, сражаться, психически, физически, как угодно. Женщины в основном сражаются психически, и поэтому все руководители по природе, они политики. Но женщина имеет больше политической силы, руководителя мужчины, больше волевой силы. Потому что женское влияние это политика. Это так работает природа разума вообще в целом, потому что есть разница между разумом мужчины и женщины. Некоторые женщины думают, но если я по природе руководитель, но я женщина, как я буду руководить? Я же не пойду там с гранатой на кого-то. То есть вот здесь путаница возникает, потому что некоторые женщины думают, что природа руководителя идет в диссонанс с природой женщины. Если я женщина, как я буду руководить? Некоторые женщины думают, что женская природа означает слабая природа. Это заблуждение. Просто надо понять, как устроен разум мужчины и женщины, в чем он имеет силу. Разум мужчины берет силу из своего личного волевого усилия. Мужчина сильным становится, когда он сам мотивирует себя в деятельности. У женщины нет такой силы вообще. Женщина становится сильной, когда она объединяется в разуме с остальными людьми. Женщина становится сильной в результате влияния общественного мнения. Допустим, женщина-руководитель, девочка маленькая, ее обидели. Что она делает? Она собирает общественное мнение, идет к обидчику и разбивает его общественным мнением. Больше того, ему кто-нибудь по морде даст за то, что он обидел. Из этого общественного мнения появляется кто-то, кто даст ему по морде. И она счастлива. Она победила в результате. Но она побеждает не своей силой, она побеждает у женщины коллективный разум. Она всегда руководит ситуацией с помощью общества. А мужчина всегда с помощью индивидуального усилия. Мужчина должен так выглядеть, чтобы его все уважали. Женщина может так, не обязательно и так выглядеть. Просто, если люди знают, что если эту женщину не уважать, то тебе будет капец. Потому что все тебя заклюют вокруг. Это означает силы руководителя для женщин. То есть, женщина управляет ситуацией с помощью коллективного разума, а мужчина с помощью индивидуального. вот и все. Вся разница. Является ли это признаком того, что женщина слабее? Нет. Еще и неизвестно, кто сильнее в этой ситуации. Если ты один, а вокруг много. Не факт, что ты будешь сильнее. Поэтому вот в этом вся разница и как бы... Да? Можно ли тогда на этом делать такой вывод, что природа одна из четырех, она проявляется в детском возрасте у любого человека? Конечно. Потом человек начинает запутываться в своем уме и так далее. Не, он не запутывается, просто он способности. А потом он не подходит на то же, что было в детстве. Да, правильно выкровать. Таким образом наблюдать своих детей и можно понять, какие они будут. Конечно. Поэтому я говорю про детство, да. потому что я говорю про детство, потому что начиная с 14-15 лет просыпают в способности человека и они затмевают природу. Потому что нет, две природы не бывают никогда. Строго одна на всю жизнь. Нет, потому что разум кристаллизируется всегда вокруг центральной идеи в жизни. Какая у вас центральная идея в жизни, вы можете не понять. Но их всего четыре. Первое, знание спасет мир. Второе, порядок спасет мир, власть, правильность всего спасет мир, устройство этого мира. Третье, богатство, достаток спасет мир. И четвертое, мир спасет любовь к труду, надо делать добрые дела. да? что мне делать, если у меня подчинение женщины-руководители явно, но еще с не очень развитыми стилами руководителей. Всегда ты, когда ты имеешь дело с руководителем, есть только один способ что-то делать, это договариваться. Уважать человека, хоть женщина, хоть мужчина. Если ты уважаешь, она тебя уважает. И все, тогда нормально. С руководителем по-другому невозможно. Хоть он младше тебя, хоть старше. Если ты его не уважаешь, значит он будет мучить тебя. Потому что чувство собственного достоинства руководителя имеет самую сильную природу. Чувство собственного достоинства ученого имеет самую проникновенную природу. Чувство собственного достоинства руководителя имеет самую сильную природу. Чувство собственного достоинства бизнесмена имеет самую охватывающую природу. бизнесмен не будет чувствовать себя достойным если он не будет знать всех кто находится в этом зале ему надо познакомиться со всеми знать всех такова природа бизнесмена не только информацию дружить должен с ними вось вось то есть он должен как он чувствует себя хорошо когда вось вось со всеми бизнесмен руководители он не вось вось со всеми он уважительное отношение со всеми установки надо чтобы мы друг друга уважали все кто меня не уважает тот враг кто уважает свой вот так вот а ученые это у нас вообще взгляды у нас одни взгляды мы друзья взгляды разные не друзья все и чувство собственно достоинства но и меняется в течение жизни его невозможно поменять потому что она опирается на природу счастье человек стремленность а человек который вот склонен творческой деятельности он у него природа самое привлекающиеся чем-то он больше очаровывается чем-то какой-то деятельность больше всех все развитые люди этой четвертой природы они всегда имеют какое-то очень любимое дело погружаются в него и не хотят никогда вот микеланджело обладал этой природой он просто делал статуи все ему ничего больше не надо было до девяносто четырех лет жил и постоянно целыми днями просто дзынь-дзынь-дзынь-дзынь молоточком и он нравилось ему делать красоту вот эту его его природа и так как выглядит ребенок вот этот руководитель он обычно имеет хороший аппетит хорошее здоровье ученые более чувствительный организм больше чувствительности здоровье может быть у всех хорошая но чувствительности ученого все равно выше руководители у него природа он больше склонен ребенок к боевым искусством допустим каким-то или к чему-то азартному допустим девочки тоже нравится что-то допустим конях скакать там еще чем это природа руководители она у женщины мужчины проявляется светское общество общество в котором все уважают друг друга очень влиятельные люди собираются очень притягивает руководителей тоже более зрелый возраст бизнесменов притягивает не светское общество ему при него притягивает тусовка в которой можно покупать и продавать ну то есть решать свои вопросы бизнес притягивает очень бизнесмена ученого при притягивает сообщества людей с одинаковыми взглядами ему нравится вот это что все вот так понимают мир как я видите разный даже круг жизни дальше природа бизнесмена как выглядит дети вот смотрите картинку рисуем дети ученые спокойные отстраненные внимательны так они выглядят дети руководители яркие красивые влиятельны дети бизнесмены обаятельные добрые ну как бы заводилы то есть такой ребенок он притягивает к себе с ним легко дружить сразу можно подружиться за пять секунд он притягивает к себе он увлекается быстро всем ему все интересно он как бы любит все коллекционировать собирать объединять вокруг себя людей и с целью их подчинить а с целью что-то вместе делать то есть такой как бы тоже центр внимания но заводила такой то есть как человек который заводила то есть он объединяет вокруг себя людей вот тимур и его команда это кто тимур руководитель нет руководитель а бизнесмен это если б он обвинял от ну то есть понимаете там есть враги обязательно тимур его команд есть враги значит и руководитель то есть он побеждает врагов а если там допустим в этой истории есть какой-то человек который является ну заводилы то есть он всех как бы заводит им вокруг него интересно то это бизнесмен плохиш тоже руководитель да если бы мы описывали плохиша ну как бы за него встали то он бы был кибальчиш все зависит от того на какой стороне мы стоим если мы на стороне плохиша то он становится главным героем то есть это по называется политика то есть политика всегда должна сделать правду и ложь это хорошо это нужно иначе нет защиты вот но всегда с этой точки зрения правда и ложь меняется в зависимости от необходимости код матроскин бизнесмен супер очень четко прямо код матроскин давайте жить дружно вот мы все вместе прощать быстро делать одно дело обаятельный привлекательный прощает нравится да а да молоко коровы как бы тоже до считает до дядя дядя федор руководитель да а вот этот вот фотограф этот собака это это вот четвертая категория да он есть он бегает там это фото охота да да ну творческий человек это шарик да а ученые это отец папа дядя федор мама тоже руководитель по природе когда платье изношу последние тогда вернемся А Печкин тоже как шарик, тоже любимое дело, ему нравится быть почтальоном, он сейчас заниматься этим делом. И вот этот я просто перепутал, вот этот код, который Леопольд, тоже бизнесмен по природе. Да, давайте жить дружно, он ни с кем не воюет. А вот эти мышки, они руководители по природе. Они же воюют постоянно, надо побеждать все время. А он не воюет, он просто дружит, вот у него природа... Хорошо, вот на мультиках, супер, спасибо. Карц он бизнесмен, а малыш ученый. А Фрокинбок это руководитель? Да, да, она все ставит, строит всех по местам, то есть она начальник, все. Все вот это, только четыре категории, больше нет в этом мире. И эти психотипы, поведение именно, они все везде проявлены в этом мире. Да, да, он может заниматься просто любимым делом. Но это называется уже что? Способности человека. Может по способностям заниматься любимым делом, но по природе он может быть не этот. Способности дают возможность зарабатывать деньги, а природа человека кристаллизует его вокруг какой-то идеи, которая дает ему максимальное счастье в жизни. Вот эту идею надо в себе понять, потому что она все равно перетянет жизни, все равно способности уйдут на второй план со временем. Ты не сможешь на способности всю жизнь жить, потому что скучно будет, надоест. Итак, как эти дети себя ведут? Они добрые по природе, третьей категории добрые, вот. Смекалистые, дружелюбные, хитрые, могут разводить так, что даже не заметишь. По-доброму очень. Ну то есть по-доброму и как бы даже не чувствуют, что они что-то плохое сделали, когда тебя развели. Вот. Они любят коллекционировать все, объединять вокруг себя. Они копят дружбу, копят, ну копят марки, копят, все копят, короче. Им надо, чтобы больше всего больше было. И они не могут мало. Надо всего, чтобы больше было в жизни. Им чувствуют себя хорошо, когда много всего вокруг. Когда мало, неинтересно. Вот, допустим, даже отношение к вещам. У руководителя, у него отношение к вещам только вещи для изучения. Больше ничего не надо в жизни. Руководитель вещи использует для увеличения власти. То есть для него предметы нужны для того, чтобы он был влиятельным. Его должно быть видно, сильно видно. А бизнесмен, ему все равно видно, не видно. Главное, чтобы их было больше. И разных. Понимаете, это причина стресса. Они не просто надоедают навыки. Они становятся домокловым мечом в жизни. Человек просто не может так дальше жить. Поднимите руку, кто больше так жить дальше не может. Вот. Пожалуйста. Видите, это не то, что надоедают. Это все уже. Это капец. На этих навыках жить это просто невозможно. В этом идея заключается. Но на самом деле этих переходных этапов в жизни 4, не 2. Первый переходный этап происходит, когда человек... Давайте я все природы как бы разберу. Итак, картинка нарисовалась? Мальчика и девочка бизнесмены. Ну девочка бизнесмен, она такая тра-та-та-та. То есть она как бы очень, она очень как бы любит обо всем судачить. То есть она объединяет людей с помощью своей экспрессивной жизненной позиции. То есть она постоянно занята вот этой вот деятельностью, в которой она кому-то что-то рассказывает. Ну то есть очень такая активная жизненная позиция с точки зрения отношений. А девочка руководитель, у нее очень красивая внешность, и она очень эффектна, и она как бы ничего не впаривает, она просто знает как правильно и все. Вот, то есть у нее такая природа. А девочка ученый, она такая, это Золушка. Вот девушка ученый, это она такая очень умная, правильная, все как надо. Не, Золушка все-таки руководитель, руководитель. Золушка руководитель все-таки. Она не просто, она очень амбициозно выглядит, она всегда всеми руководит, командует. То есть это руководитель по природе, да. Но ученый, как, вот какой психотип, как бы... Алиса ученый, да. Ученый, да, да, ученый, она все изучает, смотрит, да. Алиса Селезнева. Но возможность развиться, как ученый, самое низкое. Человеку, если у него такая природа, развиться, как ученый, самое низкое. Возможность развиться, как руководитель, сложно, но лучше, легче. Возможность, как бизнесмен, еще легче развиться, и возможность, как творческий человек, развиться легче всего. Когда-то мужчин надо руководить, женщин мало. Ну, смотря на как посмотреть на этот мир. Женщины в семье руководятся. Да, у каждого руководителя мужчины есть свой руководитель и жена. Женщины, вот смотрите, если вы говорите, почему больше, почему меньше, потому что есть две сферы жизни. Есть социальная сфера жизни, это женское руководство. Когда мужчина в социальной сфере руководит, это просто для него, простите за выражение, медицинское слово. Вот, понимаете, а если он, женщина руководит в социальной сфере, это для нее просто супер. Она, допустим, директор школы, допустим, она главный врач, там, или дом для престарелых, там, женское руководство в социальной сфере просто супер, ей очень нравится. Мужчина, это капец, там, он просто там с ума сходит. Да? Спасибо большое. А вот мужчина руководитель, когда вот общаясь с человеком, он чувствует себя выше этого человека, любого? Не обязательно он чувствует, но он не может быть ниже. Вот если он с подчиненным общается, он не обязательно чувствует себя выше. Но если тот чувствует себя выше, тогда он ему устраивает Кузькину маму. Почему он старается быть выше? Он не старается, он просто выше, ему не надо стараться, его природа быть выше. Понимаете, это еще зависит от благочестия. Сначала благочестие человека накапливается в силу. Человек становится руководителем по природе, когда у него очень много благочестия, он становится властным. А потом благочестие переходит в качество. И тогда у человека это благочестие теряет силу, и оно переходит в знание. То есть амбиции у всех есть. Ученый только свое знание считает самым правильным. Руководитель считает самым правильным свое влияние, свои возможности. Бизнесмен считает самым правильным свою схему жизни, то есть быть вместе там. И творческий человек самым правильным считает свое любимое дело. Ну то есть у него там амбиции как бы в этой сфере живут. Но амбиции есть у всех людей. Человек не может жить без амбиции. Амбиция это что такое? Это благочестие человека, которое имеет определенную природу. Благочестие человека привязывает его к определенному виду счастья. Когда благочестие накапливается, трансформируется, оно привязывает человека к знанию. Это самая высшая привязанность в этом мире. Потом дальше, когда благочестие накопилось, оно стало сильным, оно привязывает человека к правильности просто, к тому, чтобы заботиться о том, чтобы все правильно жили. чтобы все правильно происходило, и это приносит счастье. Когда благочестие доходит до уровня бизнесмена, то оно становится всеохватывающим, то есть оно не сверху становится, не сверху на всех вот так влияет, оно становится всеохватывающим, то есть оно захватывает больше и больше пространства. А благочестие человекотворческого просто, оно направлено в конкретному одному объекту, оно туда уходит все, в одном направлении. Нет, бизнесмен это не организатор. Организатор это руководитель. Руководитель все организует, создает иерархию. Кто старше, кто младше. Бизнесмен не создает иерархии. Ему надо просто объединить тусню, для того, чтобы заработать деньги. Ему не все равно кто старший. Ему главное, чтобы все работало и все. Нет, нет, здесь большая разница. Руководители, он создает иерархию социальной структуры. Он создает социум. Есть старшие, есть младшие, есть те и те должности. Он создает социум. Бизнесмен социума не создает. Он просто создает схему влияния на какой-то конкретный объект. Схему продаж, что он создает, допустим. И этим занимается, этими продажами. Люди у него меняются постоянно. Он не воспитывает кадры, бизнесмен. Руководитель воспитывает. У руководителей есть соратники, у бизнесмена есть только тусня. Она все время меняется, они тоже соратники вроде бы. Но если они куда-то делись, то ничего страшного. Руководитель не может, он переживает, когда люди его уходят. Ах, допустим, взять вот это, белое солнце пустыни. Этот говорит. Не ходи туда, у Абдуллы много людей. Вот кто такой Абдулла? Руководитель. Потому что у него много людей. Это его люди. Понимаете? Ну, у бизнесменов нет людей. Кто-то с ним, кто-то не с ним. Для бизнесмена важны процессы. Для руководителя важен социум. Для него важно, чтобы все развивалось социумом, все правильно было. Поэтому политичность очень сильно выражена именно у руководителей. Они больше всего интересуются политикой. Они самые большие патриоты. Бизнесмены, они патриоты того, что действуют. Если здесь жара пошла, там я люблю это. Там жара пошла, то люблю. Но их все равно как бы... Вот, допустим, классическая пословица как бы... Бизнесмен, то есть, как там в этот фильм. Да, то красные, то белые. Какая разница? Да, да, да. Да, все поменял, как бы нормально. Главное, чтобы не трогать. Это бизнесмен, да. 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 Олег Геннадьевич, подкрыть, пожалуйста, как вот свою природу понять. Вот я слушаю... Ну, вот встаньте, встань, девушка. Смотрите, видите, влиятельная, эффектная девушка. Смотрите, черты лица сильные такие, правильные. Руководитель. Руководитель. Смотрите, есть влиятельность, эффектность, есть? Да. Нет? Есть проникновение? Да. Проникновенность. Молодой человек. Да. Проникновенность, так? Да. Концентрация сильная, да? Внимательность. Внимательность. Ученый. Ученый. А я сегодня. Влиятельность есть, смотрите. Нет. Есть, конечно. Видите, даже руководитель. Руководитель? Он руководитель. Сто процентов. Руководитель. Все, мои хорошие, концерт закончен, садитесь. Концерт, нет, мои хорошие, нет, вы сейчас сорвете лекцию. Я понимаю, что вам хочется про себя, но мы сейчас просто... Концерт хорошо, но очень мало на лекции. Какое-то время должно быть. Как дети себя творчески проявляют? Вот сейчас мы этим будем сейчас заниматься. И так эти дети, они как себя проявляют? Они очень сильно увлекаются чем-то. Вот такой ребенок, допустим, рождается, и все. Чуть-чуть себя начинает понимать, и он захватывается какой-то деятельностью. Где-то он возит эту машинку, где-то он с автоматом бегает. То есть ему не важно, видит его, не видит, руководит он всем, объединяет, не объединяет, знакомится, не знакомится. Ему важно, чтобы он это делал. Ему что-то понравилось, и он этим занимается, ему все, да, дальше до фени и все остальное. Он сам по себе, да, он там конструктор лепит, ему нравится этот лепить конструктор, что-то паять, он там сидит паять целый день, другой лепит, третий там еще что-то делает. Но вот, допустим, песочница, да, стоит. Один ребенок просто лепит песочницу, ему важно вот что-то свое лепить. Другой ребенок, он, если даже и лепит, но ему надо лепить больше. Он захватывает больше песочницы и лепит больше. А третий, он смотрит, кто как слепил. Если неправильно, он топчет это. А вот у нас на топчем, это кто? Руководитель. Конечно, он может кирпичом по голове дать, не то что-то топчет. А ученый, он тоже лепит, но он смотрит, как правильно. Если видит, что неправильно, говорит, то это не дворец у тебя, это избушка. Можно ли погубить природу? Это называется не погубить, а просто замучить себя, замучить. Природу как бы, ну, погубить невозможно. Губить это как семя посадил, оно не выросло, погубил. Природу не погубишь, она никогда никуда не денется, она останется в человеке, пока он жив. Просто можно ее замучить, задавить как-то, чтобы ее не видно было совсем. Я имею в виду в детстве. В детстве, да, можно задавить, сильно задавить, что человек вообще не будет понимать свою природу. Характера ничего не задавишь. Какой он есть, понимаете, природа человека строится на чувстве собственного достоинства. С ним сделать ничего невозможно. Если ребенок властный по природе, ты хоть его убей, он будет властным. Помните вот этот вот, там, добежать до китайской границы, там, как этот? Войск краснокожих. Это руководитель по природе, ребенок. И с ним хочешь хоть его убей, он все равно будет руководителем. Его чувство собственного достоинства никак поменять невозможно. Невозможно. Поэтому природа сама не поменяется. Ее можно просто как-то зажать. А при возможности, при обстоятельствах она выпрыгнет. Это как, знаете, вот пытаться... На шарике пробовали сидеть? Нажимаешь, нажимаешь, потом бац, он вылетает откуда-то. Чуть-чуть возможность появилась куда-то, и он вылетает. Так и природа человека, она все равно вылетит, когда возможность появляется. Все, давайте дальше. Вы слишком сильно активизировались. Значит, двигаемся дальше. Итак, ребенок творческий по природе. Как он выглядит? Голаза горят. То есть он неэффектный, неэффектный человек, но очень увлеченный. У него глаза горят, ему надо что-то делать, ему интересно. Как он себя строит, отношения с людьми? Он любит дружить, но не со многими людьми, а только с одним или с двумя. И ему дружба — это вот когда от тебя понимают, ты дружишь. Нет, он обижается, не дружит. Если для бизнесмена дружба — это способ жизни, он со всеми дружит, всех любит, со всеми общается, то для четвертой категории дружба — это что-то родное, близкое и свое. То есть он не может со всеми дружить. Если руководитель, он дружит с теми, кто в него верит, ученый дружит с теми, кто одинаковые взгляды на жизнь имеет, то творческий человек дружит с теми, кто с ним хочет дружить. И эта дружба для него является очень ценной на всю жизнь, как бы он мой человек, моя дружба. Они обычно не склонны, даже если они склонны, допустим, футбол играть, допустим, есть капитан команды, тут все понятно. Есть стратег, тренер, он даже может в футбол играть, но всегда говорит, вот так надо нападать, вот это он как бы рассказывает. Есть центр, как бы, внимания, есть человек, который, вокруг которого он всех веселит, он дружит со всеми, он шутит, он как бы такой заводила. Это бизнесмен. И есть просто игроки в футбол, которым нравится сама игра, им нравится играть в футбол. Им надо, чтобы был процесс. Творческие люди. Капитан хочет победы, ему все равно. А творческие люди хотят играть. У них разные интересы. Если, допустим, творческому человеку сказать, сиди в запасе, потому что ты хуже играешь, чем этот, ему будет плохо, он не поймет. Но если сказать, руководителю сиди в запасе, чтобы была победа, он сядет и будет счастлив. Понимаете? То есть, руководителю нужна победа, а творческому человеку нужна игра. А руководителю, если победа без игры, еще лучше. Еще быстрее, еще лучше. Это вообще супер. Не надо мучиться. Да? Видите, влиятельная. Эффектная. Эффектная. Голос какой? А природа ребенка влияет? Руководитель по природе. Слышите голос какой? Руководитель по природе, ну, бизнесмен. Я, как бы, травмирую, да? Конечно. А как будет? Она должна быть старше, она должна ответить на мой взгляд? Объясняю. С учеными нужно им объяснять. Крошка, сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ученым объяснять, и тогда будет любовь. Любовь через объяснение, через знание. У меня руководитель, только самый маленький получается. Ну, замечательно. Я счастлив, что так у вас. Он самый маленький. Значит, уже как минимум два. Что с ним делать? Так я же вам объясняю. Вы садитесь, садитесь. Я же сейчас объясняю как раз. С ученым надо объяснять ему просто, давать знания. Руководителям надо договариваться. Нужно уважать его и говорить ему, да, да, ты все правильно делаешь. Ну, вот, знаешь, вот это правильно, надо лучше вот так делать. И он потом начинает делать все наоборот. Главное, чтобы правильно. Он все правильно делает, но уже делает все наоборот. Главное, чтобы он был правильным. Руководитель не может быть неправильным, понимаете? Он не может. Ему нельзя сказать, ты неправильно делаешь. Ему нельзя сказать так руководителю, потому что он всегда правильно все делает. А если кто-то считает, что неправильно, он будет воевать за последние капли крови. Понимаете, ему нельзя быть неправильным руководителем, никак. Вот, бизнесмену, с ним нужно дружить. Вот ребенок, допустим, бизнесмен, с ним надо дружить. Давай с тобой там, вот допустим, ученому, ходить в кино очень полезно. Пойдем в кино. Замечательно. Пойдем в кино. Вдохновился. Дальше, бизнесмен. Руководитель. Мне кажется, что с тобой я бы с удовольствием сходила в кино. Вот с тобой с удовольствием. Ну пошли тогда. Вот. Дальше, бизнесмен. Мы с тобой же вместе. Мы с тобой друзья. Поэтому мы пойдем в кино. Он в кино, бизнесмен идет, потому что мы друзья. Ему нужна тусня. Вот. И творческий человек пойдет в кино, если ему нравится кино. Только один. Да? Скажите, пожалуйста, а насколько возможно, что вот эта природа, которая изначально есть, она может поменяться во время школы? Невозможно. А если возможно. Нет. Хорошо. Тогда я не понимаю, что ребенок просто таким, а сейчас в школе он другой. Тогда что? Даже мужчина на женщину не поменяется никогда. Я в Таиланде был, когда иду по улице, а я вижу тонкое тело. Смотрю, идет женщина. Но у нее мужская фигура, все как у мужчины, но женщина. Или смотрю, идет мужчина. Но все женское полностью. А это мужчина, я точно знаю, потому что тонкое тело мужское, перепутать невозможно. Есть женское, есть мужское. Они, энергия разная идет. Но выглядят как мужчина, а как женщина, мужчина. Невозможно. Хоть ты гормонами заколись, хоть ты все переделай, женщина останется женщиной. Потому что есть женское тонкое тело, есть мужское. Мы говорим сейчас о природе ума. Ум формирует пол человека. Вот точно так же, как ум формирует пол, точно так же разум формирует природу предназначения. Предназначение означает восприятие счастья, идея счастья. В чем заключается? В знании. В том, как должен устроить был мир, в количестве богатства, или в том, что мне делать лучше всего. В этом заключается разница. Все. А тяжелые атлетики кто будет заниматься? Все. Каждый ребенок будет заниматься всем. Допустим, врач. Ученый. Это обучающий здоровый образ жизни. Врач. Дальше врач. Руководитель. Глав врач. Дальше врач-торговец. Это сетевой маркетинг. Или, допустим, в аптекарь. Дальше тоже врач. Он лечит. Но ему надо деньги с помощью этого зарабатывать. И врач, который просто любит лечить людей, это третья категория. Четвертая. То есть он просто врач. И все. Он любит лечить людей. Ему нравится вот это дело. И все. Больше ничего не нравится. Вот айболит. Какой категории? Четвертый. Абармалей? Второй. Нереализованный. То есть, понимаете, есть еще реализованные категории, нереализованные. Теперь ответ на ваш вопрос. Как, что происходит, когда задавить природу? Если задавить природу ученого, то кто получается? Старуха-шипокляк. Людям помогает. Потратит время зря. Ну, то есть, это философия. Старуха-шипокляк. Задавленная первой категории. Всем, как бы, делать назло. Такой. Строить злые схемы. Такие. Указывать, да. Да, неправильно делать все. Да, старуха-шипокляк. Дальше. Задавленная вторая природа. То есть, человек не развился как личность. Второй природы это кто? Бармалей. Ну, погоди, волк. Волк, да. Задавленная. А заяц, это первая категория. Ученый. Да, конечно. Заяц, заяц. Ну, погоди. Женщина женская. Какая разница, мужская или женская? То есть, он просто ученый. Он разводит, как волка, с помощью знаний. Ну, савица, погоди. Ну, ладно. Нереализованная третья природа. Третья категория. Бизнесмен нереализованный. Это кто? Вор. Лептип, ты буду боя. Да, да. Алиса, Алиса. Тоже самое. Да, это нереализованная природа, вот, бизнесмена. А тортило ученые? Тортило ученые. А буратино четвертая категория? Нет, художник. Конечно. А задавленный творец? А? Задавленный творец. Барабас-барабас, это вторая категория. Карабас-барабас старый. Руководитель, конечно. Да. А четвертая категория задавленный? Четвертая задавленная категория. Это пьяницы, бомжи, несчастные люди просто и все. Наркоманы? Ну, как бы наркоманы все могут быть. Мы говорим о том, как человек деструктивно влияет на общество. Деструктивные элементы первой категории. Это злые гении, вот эти вот, которые там все, как бы, сочиняют, чтобы все плохо было. Второй категории бандиты, бармалеи, там, как бы, всех порубить, покромсать. Третья категория воры. Четвертая категория это просто бомжи. Да? Ну, невежество и означает задавленность. Когда невежество покрывает человека, тогда он становится задавленным. Невежество означает, что лень, безволие, вредные привычки, неправильное представление о себе как о личности. Все это означает невежество. Давайте пойдем дальше. Потому что вы лидеры по природе, очень активные по природе лидеры, лекцию читать не дают. Не дают. Они сначала проверяют, сидят, смотрят, знают или нет. Молчат, проверяют. Как только узнали, что молчат, лекцию уже не дают читать. Много вопросов, они очень активные. Мне надо свое. Это лидерская позиция такая. Активнее всего бизнесмен не получается в зале? Нет, все активные. Все по-разному. Бизнесмен, он, вот как вы, улыбается такой. И как бы привлекает себе внимание, вопрос задает. Руководитель, как мужчина, вот он. Встал и спросил. Всяких этих. Сам просто встал, ему надо, он спросил. Вот. Ученый, это как бы он с уважением очень. Вопрос с уважением. Надо разобраться. Давайте двигаться дальше. Давайте разберем. Мы с вами способности и предназначения разобрали. А вообще таких штук четыре в человеке живет. Четыре. Давайте в них разберемся, во всех четырех. Первая штука, которую надо понять, это способности. Как они выглядят? Способности это то, что человек может делать, принося пользу людям, но при этом он сам не удовлетворен. Это просто инструмент для самовыживания. Способности даются человеку для самовыживания. Это его инструмент для самовыживания. Но природа природу не указывают. Может ли быть так, чтобы способности были соединены с природой? Или нет? Как вы думаете? Это признак сильного разума. Если человек очень разумный, это значит, что способности прикреплены к разуму. Но в основном у людей способности не прикреплены к разуму. Они прикреплены к желанию что-то иметь в своей жизни. Мы говорим сейчас о мотивах. Если у человека нет мотивов самовыживания с самого начала, это значит, что он очень разумный. Он живет идеей. Это идейный человек. Кто такой идейный человек? Это Ленин, это Сталин, это Гитлер. То есть люди идейные, они жертвуют собой. То есть они не живут для себя. Дзержинские там. Понимаете? То есть они не живут для себя. Это люди, которые отдают всего себя тому, что они делают. И поэтому их природа раскрывается с самого детства. Они очень сильно, их способности соединены с их природой, потому что они не имеют мотивов самосохранения. Это признак сильной развитости личности. Человек, который не имеет мотивов самосохранения, самый развитый среди людей. Самый лучший среди людей. Он не направлен на самовыживание. Он направлен на то, чтобы идею какую-то в жизни воплотить. И это значит, что его предназначение раскрывается сразу, как только он начинает действовать. Дальше. Люди, которые мотивированы самосохранением, у них не развивается природа сразу. У них развиваются способности. Потому что способности в этом случае направлены не на то, чтобы достигнуть цели какой-то в жизни, а на то, чтобы выжить. Это разные вещи принципиально. Способности связаны с умом, в конце концов, а предназначение с разумом. Ум — это психическая структура в целом человека. Она направлена на самовыживание. Поэтому, если человек направлен на самовыживание, его способности идут от ума, а не от разума, и не являются фундаментом в его жизни. Это большинство людей в современном обществе. Но есть еще хуже ситуация. Если человек направлен на самосохранение, у него есть страх самовыживания, это еще не самый плохой случай в жизни. Потому что это указано на то, что человек имеет достаточно разума, чтобы понять, что без денег будет плохо. У него достаточно разума, это его мотивирует учиться, развивать эти способности. Вот это, допустим, человек выучился и стал специалистом. Это предназначение или способность? Способность, если он хотел зарабатывать деньги на этом. А если он не деньги хотел зарабатывать, а если он хотел миссию свою в жизни осуществить, то это предназначение его специальности. Вы поняли разницу? Но есть еще третья категория. Если человек хочет чем-то заниматься, потому что ему просто приятно это делать, и неважно, будет это давать деньги или нет, то это называется хобби. И это еще меньшее развитие личности. Этот человек даже не понимает, что он может без штанов остаться. У него нет никакого мотива к деятельности вообще. И человек хочет ищет себе работу с целью, чтобы ему приятно, он хочет балдеть на работе. Ему хочется наслаждаться трудом. Вот это самая неприятная категория людей, которым даже хотя бы просто способности свои открыть уже неплохо. Не то, что там предназначение. Да это вообще там темный лес. И таких людей большинство сейчас. Если часто люди не могут устроиться на работу, они ходят, везде слоняются, что это ему не нравится, то не нравится. Его спросить, если почему ты не устроился до сих пор на работу, почему ты сидишь на шее у своих родителей. Ответ только один. Причина заключается в том, что он очень сильно хочет наслаждаться деятельностью. Ему хочется балдеть там на этой работе. Ну а на какой работе можно реально балдеть? Работа это способ самовыживания. Это не способ наслаждения. И вот здесь вот есть разделение между мужчиной и женщиной очевидное. Потому что женщина по-любому должна наслаждаться работой. А мужчина по-любому должен там испытывать трудности. И работа для мужчины это вызов и его рост. А для женщины это отдых. Вызов у женщины находится в сфере семейной жизни. Но женщины разной природы по-разному себя ведут в семейной жизни. И самое удивительное заключается в том, что женщина-ученый, она в семейной жизни всегда очень принципиально. У нее есть принципы, правила. И она постоянно учит, обучает. Мужа, детей, она постоянно учит всех. Женщина-руководитель, она, у нее есть идея. Если идея правильная, муж старше, значит она выглядит очень смиренно. Женщина-руководитель в семье. Кажется, что она такая послушная вся. Но в этом послушании зарожен вулкан. То есть женщина-руководитель может делать вид очень послушный, но если что-то не по ее пошло, она всех застроит в полпинка. И мужа, и детей, то есть все будут ставить по струнке. Потому что это зона ее максимальных интересов. А у нее очень сильное чувство собственного достоинства у руководителя. Она может делать вид смиренной. Но сама по себе она очень властная. Даже может быть, если у нее идея подчиняться мужу, значит она ради идеи живет. Если ее идея, женщина-руководитель, подчинить себе мужа, это самая неблагоприятная ситуация. Если ее идея подчинить себе мужа, она всех замучает. И себя, и мужа, всех замучает. И постоянно будут трудности, скандалы. Ну то есть женщина-руководитель, у нее есть идея в жизни какая-то семейная, сверхценная идея для женщины всегда. И она ее воплощает. Женщина-бизнесмен, для нее главное сотрудничество в семье. Она договаривается всегда, договаривается. С руководителем можно договориться? Можно, если ему подольстить. А вот с творческим человеком можно договориться? Нет. Он будет делать то, что ему хочется и все. То, что ему нравится. Поэтому с точки зрения семейной жизни надо понять, что всегда на один выше для женщины благоприятно, а для мужчины на один ниже благоприятно. Для женщины неблагоприятно на один ниже, а для мужчины неблагоприятно на один выше. Если, допустим, женщина-ученый, мужчина-руководитель. Для мужчины неблагоприятный. Мужчина-женщина-ученый, мужчина-руководитель. Несовместимая ситуация. А если наоборот? Супер. Мужчина-ученый, женщина-руководитель. А мужчина-руководитель кто вообще? Или женщина-руководитель, или ниже. На один, но не на два. На два ниже всегда неблагоприятно. Значит, на один ниже всем неблагоприятно. А все одинаковые лучше. Супер. Самое лучшее. Одинаковое, самое лучшее. Два руководителя, два ученого, два бизнесмена. Самое лучшее сочетание. Все разные категории не понимают друг друга. Но можно договориться. Допустим, женщина-бизнесмен, мужчина-руководитель. Как они будут себя вести? Мужчина-руководитель, ему надо, чтобы было все круто. А женщину-бизнесмен, надо, чтобы было больше. И им приходится, как бы, будет договариваться. Ну, как бы, совместимо, потому что женщина-бизнесмен всегда подчинится мужчине-руководителю. Но женщина-ученый не подчинится. Потому что у нее есть принципы. Если он против принципов идет, до свидания. Она не будет подчиняться. Поэтому женщине-ученой только один вариант. Мужчина-ученый. Все, больше нет вариантов. А женщина-руководитель варианты, когда получается? Женщина-руководитель или руководитель, или ученый. Вот, допустим, мужчина-ученый, женщина-руководитель. Как они будут жить? Нормально будут жить, потому что мужчина просто спокойно будет относиться к власти жены. Он будет спокойно, он будет ей знанием управлять. Когда ей трудно, он ей будет объяснять. Но она всем будет рулить. Он будет спокойно к этому относиться, нормально рулит и рулит. Пусть, пускай рулит. Женщина-творецкая или хорошо? Только один вариант. Такой же, как она. А женщина-бизнесмен? Женщина-бизнесмен. Ей хорошо и бизнесмен, и на один выше. Женщине всегда хорошо, такое же, как она, на один выше. Мужчине всегда хорошо, такой же, как он, на один ниже. Через один никогда не хорошо. Вообще полная несовместимость. Мужчина-ученый, женщина-бизнесмен, задолбает его. Давай купим это, давай купим это. А у него идея, какой покупать? Чего покупать не надо? У нас все хорошо. Вот женщине-руководителю не надо ничего покупать, главное, чтобы было все круто. Но он не против ученых, чтобы было все круто. И он не мешает ей это делать, она сама это делает. Он согласен со всем. А два руководителя не раздерутся? Два руководителя глупые раздерутся, не глупые нет. Женщина-руководитель знает, как управлять мужем-руководителем, подчиняясь ему и делая свои дела. Потому что у женщины-руководителя политичность главная сила, а у мужчины главная сила это власть. Он устанавливает власть, она им рулит. Он думает, что он управляет всем, управляет всем жена. ученые не гибкие не гибкая ученые нет у нее есть идея все она будет воспитывать мужа он будет сопротивляться потому что его нельзя воспитывать руководители вообще нельзя ученые всех воспитывают вот я сейчас всех воспитывают но если я сейчас какому-то руководителю начну говорить что он неправ это будет неправильное воспитание его надо уважать чтобы воспитывать надо уважать если я его не буду уважать он посмотрели на меня да пошел ты пойдет отсюда до свидания лекция руководители может быть солдат руководителем по природе просто он не развит еще сильно но это его природа солдат руководитель если ему нравится в армии он супер это его среда ему нравится подчинение вот эта воля влияние война победы руководитель по природе есть две сферы жизни есть жизнь семейная или социальная там женщина сильнее всегда и везде семейная и социальная женщина эксперт социуме она знает как все правильно в социуме устроены она создает социальные ситуации все женщины создают мужчина эксперт в делах деловой сфере мужчина эксперт там его сила женщина эксперт в семейной сфере социальной социума тоже большая семья по факту там где личные отношения, женщина сильнее. Там, где деловые отношения, мужчина сильнее. Всегда. И по-другому быть не может в этом мире. Поэтому женщина всегда на работе пытается устанавливать личные отношения. И тем самым портит жизнь. Себе в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok